Дорогие соотечественники, здравствуйте! Ну, мир не стоит на месте, процессы везде продвигаются, вопрос только в какую сторону. Ну, согласно нашим современным и западным, и восточным философам, в мире сейчас происходит поляризация, то есть однополярный мир уходит в прошлое, и мир начинает поляризоваться. Ну, что интересно, заметили еще одну тенденцию? Так называемый антагонизм, кризис идентичности. Что такое идентичность? Вот какая-то группа людей, какое-то сообщество выделяет себя, или противопоставляя, или еще каким-то образом, с другими такими же группами. Ну, вот, например, что означает вот этот кризис и антагонизм, возрастающий в мире, и мы чувствуем всю эту напряженность вокруг нас, ненависть разливается, вот эти взаимные различные формы агрессии, начиная с таких, как санкции, начиная с всякие давления и так далее, кончая военным противостоянием. Так вот, на уровне цивилизаций, скажем, Запад, Восток, на уровне групп стран, регионов, ну, вот мы видим вот сейчас Пакистан, Индия, ничего хорошего в этом нету, запахло войной. На уровне конфессий религиозных, христиане, мусульмане и так далее, противостояние вы видим на этническом уровне, тоже наши, ваши, и начинает общество раскалываться. На уровне социальном, ну, мы видим вот желтые жилеты в Париже, в Бордо, в Нанте, в других городах. То есть, куда ни глянь, в мире чувствуется вот это рост противостояния. Естественно, что Молдова, как маленькая лаборатория Европы, где все процессы идут очень быстро, страна, которая на стыке трех цивилизационных массивов, западного, восточного, православного, тюркского, естественно, это все стороной нас не может обойти. Да к тому же, по правилу, понадерутся у холопов, чубы трещат. Очень часто местные элиты, я имею в виду и Прибалтику, и Болгарию, и Румынию, и Украину, у нас, и не только у нас, вон Европа гнется, видим мы все это, что происходит в мире. Вот это, кроме наших внутренних проблем, вот этих противостояний, растут еще противостояния, которые связаны с давлением из них. И, конечно, наши выборы в стране, которая оказалась в одном из эпицентров вот таких вот событий, о многом говорят. О чем они говорят? Вот для этого мы пригласили в нашу студию нашего доброго, знакомого, бывалого и мудрого человека, Валерия Демидевского. Спасибо за приглашение и за столь ясную характеристики. Что можно сказать? Ну, выборы действительно показали, что геополитика больше не работает. Я здесь соглашусь с многими комментаторами. Более того, на этих выборах геополитика превратилась в трагикомедию. Свершился страшный акт агрессии. Кошмар. Куча переднестровцев организована на автобусах. Это же надо! Прорвались через границу, через миротворческие силы. И брали штурмом участки на правом берегу Днестра. Кошмар. Более того, в окна влазили, была давка и так далее, и так далее. И самое интересное, что со стороны правительства, которое неоднократно говорил, господин Канду говорил в интервью о том, что готовится гибридная атака со стороны России на восстановление Советского Союза, и она произойдет из территории Приднестровья. Мы ставили вопрос в ООН об угрозе из Приднестровья, и так далее. Что бы мы ни делали, да? И вдруг молчание. В этот день была тишина. То есть атаку это обошло правительство молчанием. Что очень о многом говорит о бенефициаре этой действии. Согласимся, да? Но это было очень странно. А также это разрушило еще один миф. Это ушел один миф о геополитических распрях, да? Ну, этот миф давно не работает, потому что те люди, которые как бы немножко соображают, читают прессу, понимают великолепно, что те, которые контролируют власть на левом и на правом берегу, давным нашли общий язык. И прекрасно сотрудничают. И прекрасно сотрудничают и делают совместные дела. А людей сшибают лбами. Да. Самое смешное, даже и люди не вышли. Помнишь, когда никто не вышел с орденами, с медалями, не пел в дештяпете Румынии, да? Не выставил штыки. То есть ничего такого не было, знаете? Символических атак не было. Да, не было символических атак. Вот. Ну и это разрушило еще миф о управляемости Террасполя из Москвы. Мы знаем, за кого голосовали. И куда эти ребята примутывали. Кто это организовал, зачем это надо было. Что-то Кремль не туда смотрел. Да, не говорите, да? Вот. Поэтому я говорю, что вот если в Террасполе позволяет себе ослушаться, так сказать, Кремля, а в Кишиневе те, кто клянутся в верности США, в том, что они здесь держат геополитическую атаку, да, России, и мешает восстановить Советский Союз, да, тоже смолчали. То мы говорим, что пусть они рассказывают эти сказки. Извините за такой ошибкой. Мифы развеиваются. Пусть они рассказывают эти сказки о геополитическом расстоянии. Люди умнее. Ну, тем людям, у которых уже, знаете, как бы на подходе к астюжену, скажем так. Больше, как бы, нормальным людям эти сказки рассказывать не надо. Ну, а дальше, конечно, будет самое сложное. Любимое молдавское занятие – создание коалиции. Если ты помнишь, в начале 90-х годов и в конце 90-х годов, потому что у нас очень плохой опыт этого коалиционного строительства, да, вот в начале… Ты очень хорошо сказал «коалиционное строительство». Да, да. Дорогие соотечественники, значит, Деменевский вошел в историю такого изумительного сочетания слов, такой идиоматической, так сказать, конструкции, еще раз, как? «Коалиционное строительство». «Коалиционное. Я слышал о государственном строительстве, о культурном строительстве». Это неинтересно. Это шедевр, это наше. Сначала надо построить коалицию, а потом уже государство, культуру и все остальное. Вам это любой политик скажет. Но мы умеем очень хорошо строить. Наш народ – великий строитель, и мы умеем строить. Но вот коалиции у нас строить не получается, что показало и начало 90-х годов. Все коалиции, которые мы строили, заканчивались неминуемым крахом. И кидалом. Кидалом и приходом какой-то власти. В середине 90-х это пересекли аграрий. То есть тот кто кинет круче, тот выигрывает. Да, потом коммунисты пришли. И вот последний опыт «Коалиционного строительства», который мы наблюдали с 2009 года. Когда, помните, сторонники проевропейские партии… Подожди, они говорили «мы бетон». Да, сторонники проевропейских партий, которых я не начал как хулиганами. Слушай, может, бетон был хороший, но арматура была какая-то левая. Я думаю, что они строили тех, кто умеет у нас хорошо строить. Они с крыши начинали строить, не с фундамента, а с крыши. А тех, кто умеет хорошо со стройки ворвать цемент. С крыши. Цемент. Цемент украли, бетон рассыпался. Может, говорят, крышуют. Так вот, был опыт плохой коалиционности, коалиции, которая нам пообещала в 2009 году скорое вступление в сытые ЕС. Но дело закончилось политическими потрясениями, коррупционными скандалами и тем, что мы сейчас имеем. И вот, так сказать, мы пришли к выборам. Выборы разделили на три ровные части политические силы в парламенте. И вот опять нужна новая коалиция. И начнутся переговоры о ней. Вот это действительно будет веселое занятие. Особенно в условиях, когда все трое заявили, что ни за что, ни при каких условиях не сядут, так сказать, на один гектар власти. Ну, будем смотреть, что с этого получится. Ну, и сразу возникает такой вопрос. Когда человек идет к урне, кто бы мне что ни говорил, все-таки людьми движет какая-то мечта. Они прекрасно понимают, что в каком мире они живут, что происходит. Но все-таки людьми движет мечта. Если человек лишен мечты и надежды, ну, что тогда о чем говорить. Какие ожидания и какие мечты не сбылись? Знаешь, Виктор, я думаю, что все избиратели шли с единой мечтой. Изменить ситуацию в стране к лучшему. Совершенно верно. Независимо от того, что они голосовали. Кто за кого. А за разные политические силы. Я вот сейчас думаю так, что, в принципе, политики должны задуматься над этим. И, может быть, где-то и наступить на горло своей песни, подумав о том, что все-таки договариваться придется. Да, уже многие разговоры есть о досрочных выборах. Знаете, есть такая ситуация у человека, когда человек не знает, как поступить. Он старается оттянуть ситуацию, отодвинуть ее решение. А вдруг там утром... Вот дети так делают. Да, утром вечером мудренее. Глядишь, там что-то изменится, что-то повернется. А может быть, там еще будет легче. А может народ отмучится и скажет, да бог с вами, уже создавайте, что хотите. Только чтобы не было бы войны. Можно напугать еще снова этими сказками о танках, о геополитике, о танках НАТО, о танках Путина, о новом противостоянии. Особенно о последних мы и наслышим. Ну да, да. Вот они на выборы прорвались, и была тишина. И проголосовали что-то эти танкисты совсем не за тех. Да, да, совсем не за тех. Кого ожидали. Да, да, именно за тех, кто там больше всех кричит о НАТО и против России. Да, ну весело, конечно. Думаю, что, скорее всего, политики должны задуматься над тем, чтобы каким-то образом обеспечить перемены в стране к лучшему. Сложно это будет сделать, потому что действительно очень много непримиримых вещей. И с другой стороны, скажем так, парламентское большинство, которое у нас есть, и правительство, не будем лукавить, создано было очень сомнительными методами, которые у любого порядочного человека не вызывают никакой симпатии. И я думаю, что власти хватит ума на сегодня избежать искушения повторить такой же опыт. Я думаю, что в той ситуации, когда уже на нас косо смотрят и в Брюсселе, финансирование-то приостановлено, а без него очень сложно. Сейчас на выборы выжили, так сказать, из кошки последние. Да, чтобы как-то подыграть. Как-то что-то сделать. Дальше денег нет. И на срочные выборы нет. И нет денег на продолжение какого-то... Да, и вообще в Европе сейчас деньгами проблемы. Да, и в Европе. Европа тоже не побежит, я рассказываю. Есть обостренные отношения у правящей партии с Москвой. Да, тоже как бы их надо исправлять. Поэтому я думаю, что правящей партии сейчас не позавидуешь. И, конечно, вроде кажется, что у них уже 40 мандатов есть. Но я понимаю, что мы понимаем все, что трое независимых и партия Шора – это аффилированные к демократам структуры. А еще есть, как наш знаменит Михаил Федорович говорит, «Тове маши мыника тузы в рукавах». Нет, вот здесь Виктор тут... Я знаешь, о чем боюсь? Что сейчас уже идут еще и частные переговоры. Виктор, я здесь думаю, что... На уровне отдельных лиц. Нет, нет, нет. Виктор, я нисколько не сомневаюсь, что если власти понадобилось бы консервы, как сказал, по-моему, где-то господин Макана, консервы Плохотнюка есть в любой партии. И вытащить эти... вскрыть, открыть эти компоты – никаких проблем. Я тоже не думаю, что проблемы. Но с другой стороны, понимаете, у власти очень маленький кредит доверия, несмотря на результат, который был получен. Мы сами знаем, как на выборах. Но небольшой кредит доверия как внешний, так и внутренний. Поэтому вот такой фокус, конечно, я думаю, вряд ли пойдет. Прямо так запросто и в лоб. Вряд ли, вряд ли. Запросто и в лоб. Это вызовет неприятие. Это вызовет... Ну, и с другой стороны, понимаете, давайте скажем честно. Очень многие политики сейчас будут с большой осторожностью идти на сотрудничество с партией демократов. Помня, что в кабинете у лидера этой партии висят скальпы всех тех, с кем он сотрудничал. Начиная от либерал-демократов, кончая либералами-коммунистами. И не забывай, не все про только скальпы, а некоторые скальпы с рогами, со всякими. Да, да. Некоторые в тюрьме оказались, понимаете. Поэтому здесь, говорю, будет очень сложно все это делать. Ну, извините меня, не мы с тобой виноваты в том, что ситуация зашла в такой тупик. Виноваты они ими из этого тупика и выкарабкиваться. Мы будем с тобой наблюдать и смотреть, что они будут принимать. И комментировать. Да. Но здесь, говорю, что вот я вижу только два выхода. Один из них так пунктиром обозначил до официального признания выборов президента. Он сказал, что не исключены досрочные выборы. Но это, я думаю, они как бы... Но это имеется в виду по отдельным чертумстанциям. То есть не по всей стране, а по отдельным. Нет, нет, он сказал, что если партии не договорятся в 45 дней на срок. А, ты пошел вообще... Да, 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 да. Нет, это, думаю, что вот эти мелочи, они как-то разгребут. Я имею в виду, что... По отдельным районам. По отдельным районам как-то договорятся. Тем более, что уже один депутат, как выяснилось, уже отдали не тем, что надо, и вернули его социалистам. За счет этого они имеют 35. Я имею в виду голосование, по-моему, четвертому избирательному оборуду, где выяснилось, что победил, оказывается, социалист. Я думаю, что, скорее всего, если за 45 дней, за 45 дней очень сложно будет пройти все эти циклы. Но есть еще один маленький выход, на мой взгляд. И я думаю, что власть, скорее всего, им воспользуется. Это создание, конечно, миноритарного правительства и миноритарного правящего большинства. То есть они могут сделать техническое правительство, которое будет... Ну, во многих странах мира. Составлено, составлено из аполитичных людей. То есть людей, которые не были замешаны в каких-то политических скандалах, политических заявлениях. Техническое такое. Люди, которые будут... Которые специалисты в этой области, они будут заниматься... Технократно как бы? Ну, по большому счету, я не вижу, зачем министру экономики или, допустим, министру информации и связи. Извините, у меня геополитические страсти. У него есть конкретно, да, работает связь или не работает связь. Она от геополитики не зависит. Вот. Или министра здравоохранения, да. Люди помирают... Самое главное, что там не только один тип связи, не только электронная. Да, да, да. Ну и здравоохранение. Есть родственные связи, дружеские связи. Где люди никогда не помирают с геополитическими лозунгами, да, вспоминают маму там и всю жизнь и так далее. Поэтому от этого можно уйти, да. И будет создан такое, как бы, правительство, которое получит возможность ездить в Брюссель, может быть, возможно, открыть финансирование в Брюсселе. Да, и с Москвой меряется надо. Получит возможность открыть дверь в Москву, который на сегодня в состоянии у нас открывать только один человек. Это президент Дадон, которого страшно сейчас... Я вот смотрю в российской прессе, да и в нашей прессе появилось очень много публикаций, в которых, как бы, ну, президент обвиняет, даже уже и Путин обвиняет в этом сотрудничестве, да. Вы же абсурд, да. А почему там Путин принимает Дадона? А почему Дадон ездит к Путину? А вот... Валерий, ты представитель и Тартас, да? Так вот, у меня, наверное, логично такой вот вопрос. Вопрос называется вопрос недоумения. Вот я слушаю всех, и Запад, и Восток, и на тех языках, которых знаю. Если хочешь составить себе правильное мнение, надо слушать всех, сопоставлять и так далее. У меня такое впечатление, что вот когда я слушаю российские радиостанции, вот все кричат, Путин там, свободы слова нет у него, там тирания и тому подобное. Но такой разноголосится мнений, какие я слышу в России, и на Западе как раз там все в одну дудку. А тут нет. И меня смущает. Ну вот, например, я слышал такое мнение. Вот они часто у Сатов вот цитируют, что вот Дадон такой, типа, сякой. Я говорю, товарищи россияне, человек идет к вам с открытой душой, молдаване строят у вас, работают, трудятся, свою продукцию, значит, предоставляют на рынке и так далее. Товарищи россияне, давайте немножко разберитесь между собой. Как ты считаешь, ИТАРТАС в этом направлении удается как-то? Потому что вот я сам... Пытаемся. Пытаемся. Нет, нет, я слежу из ИТАРТАС. Виктор, понимаешь, дело в том, что... В чем проблема? Что отличает, на мой взгляд, политикана от политика, да? А политикан озабочен... И подавляющее большинство политиков, я считаю, политикан, потому что они озабочены именно только свои, как бы, я в политике, да? Знаете, как у Станиславского. Я в искусстве, да? Вот. А настоящий государственный человек и политик, он умеет свои личные интересы подчинить интересам дела. Понимаете? Именно дело. Именно дело. Самое интересное, что последних таких людей я видел, к сожалению, у нас пришло, вот сейчас поколение такое пришло, в 90-е годы. По подавляющему большинству представителей этих 90-х годов, у меня не очень высокое мнение, потому что там очень высок процент политиков, главная специализация которых, что где плохо лежит. Вот, да? Вот если что-то плохо где-то лежит, Скажем так, если мы говорим о слове, что политика это профессия, то профессионал больше о заработке думает, чем о деле. А вот я еще застал ту плеяду старых политиков, да, вот я бы назвал, допустим, даже того же, с кем я хорошим, горжусь этим знакомством, покойный Владислав Григорьевич Кутыркин, который был действительно... Да, государственный человек. Человек той закалки, знаете, который мог, если бы у него был этот менталитет, люди, ребята, из 90-х годов, озолотиться. Но, тем не менее, нормально, знаете, он, вот у него не было вот этого, да, подучей этой, при виде, при виде, там, терять розум и совесть, и так далее. Человек, который сделал для развития экономики, для развития страны, очень много, который знал эту свою, эту страну, великолепно знал, великолепно понимал, и был рыночник, намного более тех, кто пришли потом по месту. И кричали о рыночной. Болтали о рынке, о том, что рынок все растает по местам, но за считанные дни растащили все, что можно было растащить, а то, что не смогли растащить, делили так долго, что оно уже за много лет оказалось никому не нужно. Товар прогнил. Да. И в итоге, вот мы, мы как бы поехали, наши люди, лишившись силы этого, поехали по городам и весям, да, заниматься, занимать почетную нишу в мировом разделении труда. А какой мы с тобой говорить здесь не будем, все-таки это наши соотечественники. Да. И да, и нелегко им там, скажем так. Вот. И шутить над ними нет никакого желания, нет никакой охоты. Наоборот, это вызывает грусть, потому что это наши родные, близкие, они вынуждены были выживать. Они вынуждены были выживать. Но, к сожалению, это не... И они и нам присылали, помогают выживать. Безусловно, самое обидное, что они и содержат, и нынешние, нынешние бездарные правительства, которые, извините меня, за 30 лет независимости так и не научили, не поняли, и не захотели, или не научились их деньги перенаправить какие-то национальные проекты, да, вот, как в других странах. Чтобы они обернулись рабочими местами, а потом они обмениваются на валюту, а банки не знают, куда девать, а национальный банк от этого всего откажется, и это все эти чемоданы денег везутся за границу, укладываются в банки. То есть система построена очень интересная, да? То есть получается, что деньги гастарбатеров, которые пылесосят эти ребята, работают не на нашу экономику, а уходят за рубежи. А что вы думаете, кто-то дурак продумал в Федеральной резервной системе? Вот куда. Грамотно. Как бы ни получилось, но страна, которая имеет самый огромный долг, лучше всех живет. Но почему-то, понимаешь, для этого надо, чтобы молдавский лень печатался и так же котировался на Форбсах и так далее, как и БАКС. Но, увы, это не так. Нет, нет, нет. Виктор, я думаю, что мы слишком маленькая сторона, чтобы говорить об этих темах. Но это пусть решают большие игроки. Вот. Смотри, я... Как завтра-то все будет выглядеть? Обрати внимание, я абсолютно четко поддержал твою позицию. Да. Но в таком ракурсе немножко юморном. Потому что, если об этом всем говорить вот с такими лицами, это с ума сойти можно. Без юмора нельзя. Мы можем об этом поговорить с юмором до определенного, как бы... До предела. Да, до предела. Вот такая ситуация. Поэтому, я думаю, что, может быть, действительно, вот такой выход будет и найден вроде в виде такого технического миноритарного правительства. Ну, конечно, это правительство будет очень тогда уже сильно зависеть от, так сказать, оппозиционных фракций. Да, вот как бы... Потому что оно не будет иметь поддержки большинства правящего. И здесь, конечно, может быть создана такая, даже, я сказал бы, система сдержек противовесов. Да, даже во внешней политике, когда мы будем очень осторожны и не будем кричать, так сказать, глупости, которые кричали до сих пор. Оскорбляя Запад и Восток. А будем немножко осторожны в этих движениях, в высказываниях. Будем думать о том, чтобы шаги эти, которые мы предпринимаем на внешней арене, приносили нам пользу, а не выгоду каким-то так называемым партнерам, которые не должны у нас устроить цветную революцию или должны дать очередной транш денег или так далее. Вот здесь можно... И вот тут сразу возникает вопрос. Вопрос, на мой взгляд, вопрос из вопросов. А вот по какому пути... Я не имею в виду восток на запад идти. Я имею в виду по какому пути развития, какие еще ресурсы у нас, человеческие, конечно, в первую очередь, и какие... Мир сейчас страшно конкурентен. За что ни возьмись. и на сельскохоз, вон, нас в Европу чуть не очень наша продукция сельскохоз идет, да? Ну, конкуренция во всех областях, каких ни возьми. Вот. Если бы по-умному, если бы по-правильному, я уже не говорю, то, что мы раздолбали, разворовали, расхимичили, то, что было. А вот как ты считаешь, вот эти люди, которые должны по-хорошему заняться национальными интересами, то есть спасать национальные, внимание, общенациональные, всех национальностей, у нации это понятие гражданское, да? Вот. Какие должны быть вот эти интересы и рукободящие вот эти начинания, чтобы страну на самом деле, потому что пусть они делают коалиции, не делают коалиции, там черт его знает, что еще ребята нахимичат, а ты как их назвал еще раз, ну, мне так понравилось. Специалисты по этому, как его... Что, где плохо лежит? Нет, я не говорил про коалиции. Коалиционные строительства. коалиционные. Так вот, независимо от коалиционного строительства, есть ли какие-то творческие идеи. Вот, я, например, могу сказать, что, да, можно где-то и в популизме обвинить и много чего, но я от левых вижу больше предложений, чем от правых. Ну, ты знаешь, вот я тебе скажу, что, в принципе, есть такое желание, знаешь, как вот у Крылова была басня про мартышку и очки, да, вот, есть такое святое желание все скопировать. Мы спорим, где лучше, вот, не успеешь что-то сказать, что что-то не так в ЕС, тут же тебе возражают, а в твоей России лучше. Я говорю, я вас, во-первых, я говорю, нигде еще не читал, чтобы Россия мечтала простилить Молдову, или восстанавливать Советский Союз, или простилить Молдову. Я говорю, если кто-то на карту достаточно посмотреть, на карту достаточно посмотреть, особенно после украинского кризиса, это во-первых, во-вторых, говорю, если кто-то об этом мечтает, ну, забудьте эти мечты, такого больше не будет, потому что был когда-то, были когда-то интеграционные такие проекты, как Советский Союз, и до этого Российская империя, все, оно уже ушло в прошлое, дважды в одну реку не войдешь, и мы должны понимать, что нам дано этому государству небольшое между Протом и Днестром, да, вот, Господом Богом, к сожалению, оно, да, действительно упало нам в результате распада, распада Советского Союза, мы были к этому не готовы, да, и вот мы до сих пор даже не определились, а что мы здесь хотим построить, какой-то, как он должен выглядеть, вот вопрос, но он на один, и кто, и кто, в конце концов, чем будет заниматься, да, кто будет там кровли делать и так далее, у нас пока еще до выяснения, идет выяснение, кто в какой рубашке, скажем так, государственное строительство намного сложнее, чем коалиционное. Жалко, что, конечно, я смотрю, что по всем вопросам проденциаловская проблема больше не интересует людей на правом берегу Днестра, а интересуют более другие проблемы, это выживание, безработица, зарплаты, пенсии, значит, самая политическая стабильность. Все это важно, но не это главное. Так людям кажется, а мы с тобой понимаем великолепно, что без решения этой проблемы у государства будущего нет, да, конечно, да, и, конечно, настал, я считаю, что наступает время, когда об этой проблеме нужно говорить серьезно, спокойно, люди уже перегорели, да, уже развеялись мифы, о которых мы с тобой вначале, о том, что оказывается, никакой там гибридной угрозы нет, и там проживают такие же люди, как и мы, и они поют те же песни, и так же страдают, как и мы, да, и оказывается, и политики с двух сторон берега, тоже нет противоречия с трудничной, бизнес, и все прекрасно, и все хорошо, только мы в одном ожидании, когда люди, ну, которые как бы финансируют вот этот раскол, да, из-за пределов страны. Ты очень хорошо сказал, дорогие соотечественники, вот вторая синтагма, финансировать раскол, то есть, получается, что специалисты по коалиционному строительству, они еще и специалисты, по расколу, да, по разрушению, совершенно верно. Ну, давай не будем с каждым... Не, не, это очень важно. Мне часто очень многие говорят, да, особенно те, кто кричат о 14-й армии на левобережье, о танках, и так далее, и так далее. Я тогда отвечаю, что вы знаете, очень многие неправительственные организации, которые существуют у нас, у нас их тысячи, наверное, будут громче всех плакать, если вдруг это в эти российские войска оттуда уйдут. У них станет, вы знаете, вот поставьте себе, что вот в один прекрасный день, выпьет они там шампанское под марш славянки, свернут знамя, и какая-то группа небольшая офицеров уедет. Все остальные останутся, потому что служат там, мы знаем, давным-давно граждане Молдовы и Приднестровья, имеющие российское гражданство, и желающие заработать. Там хорошо платят, в миротворцах, они туда идут работать по контракту, и давайте не будем с этого делать секрет. Это первое. Второй момент, да, у наших неправительственных организаций, и у политиков многих, возникнет вопрос, а где мы будем харчеваться? Кто будет платить гранты и так далее за борьбу с российской угрозой? Не, потому что... У нас есть просто... Смотри, когда собаку кормят, а еще куча этих шавок, подожди, вопрос. Ребята, если воры исчезнут, на кого гавкать будете и грабители, правильно? У нас есть профессоры по этим вопросам. Сколько собак... Какую собаку съел на том деле Нантой? Сколько его помню, он мостостроитель. Мостостроитель. Он даже сказал... Да, строить и строить мосты. И нет момента, чтобы он не вышел с какой-то брошюркой. Не обратил внимание. И не сказал, что во всем виноваты сепаратисты. Или тот же Гимпу, или тот же Киртока, который вышел вчера. Вот, знаешь, унионисты не попали в парламент. Валера, секунду, чтобы мы не забыли про мосты. Но как-то эти все мосты поперек реки. Не поперек, а вдоль реки, а не поперек. Направление совпадает с финансовыми потоками. Тоже нас будет харчевать. И с другой стороны, в Приднестровье, который как бы... Вот стоило только... Стоит только появиться в Молдове лидеру, который налаживает хорошее отношение с Кремлем. Вспомните раннего Воронина. Вспомните вот сейчас Додона, который поехал в Кремль и начал говорить о том, что надо садиться за зло переговоров и заканчивать все это дело. Тут же он становится врагом номер один в Тираспоре. Вот казалось бы, вроде... Ну как бы... Дело говорит парень. И пророссийский политик. Наш с Москвы, да? Якобы, да. И тут же его там, понимаешь, тоже вопрос, правда? Да. Поэтому я думаю, что очень многие люди на правом и левом берегу, сейчас им нужен Приднестровский конфликт, для того, чтобы просто банально тысячи людей харчуются с этого, понимаете, противостояния. С Гав, конечно. Есть те, кто за это платит. Я могу понять Россию. И есть большинство, кто страдает. Да. Я могу понять, что это Америки, которым хочется руками Молдаван, заметьте, руками Молдаван, не своими руками. Естественно. Вышибить отсюда подальше русских, да, аж туда, где-то за Украину. Я понимаю, россиян, которые не хотят, чтобы здесь появилась какая-то база. Молдова стала членом НАТО, и плохо поступили с Приднестровцем, там всякие 200 тысяч людей с паспортами российскими. Я бы посмотрел на США, если бы здесь было 200 тысяч с американскими паспортами. Сейчас в Днестрове Дуайт Эйзенхауэр этот самолет относится, и представляешь, в Днестрове плывет. Если бы турки пустили, конечно, по конвенции Монтре. никто его не пустит, даже в Черное море не пустят, но я говорю, что все равно, и мы понимаем, и наши политики не глупы, и великолепно понимаем все эти реалии. И эти вопросы можно было бы решать спокойно, и даже подталкивать державы, которые увидели бы, что хватит их уже, знаете, как бы, смотрите, они-то уже, как бы, поумнели, и уже даже не хотят, и даже не хотят танцевать эту нашу лезгинку, или цыганочку, или так далее. Уже хватит, пора, может быть, заканчивать этот вопрос. И решение есть, то, что предлагали очень многие. И Воронин начинал, и потом, вот сейчас, Додон продолжил. Есть нормально, постоянный нейтралитет, решение вопроса, уважение, оригинальное, как бы, самоуправление, и так далее. То есть, масса решений вопросов. Ну, попробуйте, вы начать это обсуждать. Мы не пойдем на федерализацию, мы еще на что-то не пойдем, а мы это пойдем, а мы... Короче, пойдем, не пойдем, и кто громче об этом все кричит, грантополучатели. Совершенно верно. Кто их назвал грантоведами? Нет, нет, Антой я сказал, что это... Нет, нет, подожди. Нет, у Антой есть блестящее, дети капитана гранта. Да, вот это... Дети капитана гранта. Нет, я скажу, у вас очень острововный мужик. Да, очень, да. Умение пошутить над собой, над собой, это признак ума. Это редчайший талант. Да, признак ума. Поэтому я говорю, что дети капитана гранта, в отличие... Да, я понимаю, что очень много людей у нас образованных осталось от Советского Союза, где нас, конечно, эксплуатировали, и забивали, и, так сказать, и не давали развиваться. А людей все-таки осталось очень много, грамотных и так далее. Им где-то надо тоже харчеваться, где-то надо работать. Кто-то идет в университет, а кто-то вот пишет программы, гранты, получает и так далее. Дай Бог. Главное, чтобы не вовредить стране и остальным. Сразу же следующий вопрос. Заметь, вот, когда беседа идет, мне кажется, в правильном направлении, вопросы как-то возникают, вот, как принцип домино. Одно, а другое, третье и пошло. И вот... Пойдет последний костяшка. Пока нам не скажут операторы, что ребята... Костяшка упала. Истекает, да. Последнее. Еще, конечно, не последнее. У меня, вот как-то не только у меня, вот, с которыми я общаюсь, на базаре где-то там, на улице. Иногда останавливают. И тебя, наверное, наверняка тоже там приветствуют, вопросы задают. И вот людей мучает один вопрос. Когда? Когда они договорятся? Когда они что-то сделают для нас? Мне Антон как-то, я для разрядки расскажу, мне Антон как-то пожаловался, что его поймали какие-то четыре деятеля, да, вот политических таких, на мусорке, где он вышел в тапочках выносить мусор. И допрашивали до того, что он бедный, простудился и заболел гриппом. Вот это тоже издержки профессии. Да, да, действительно, многие люди останавливают, им кажется, что... Надеюсь, тебя не раз останавливают. Нет, 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 нет. Им кажется, что мы все знаем, я их убеждаю, что мы, что знают только, все знают только дураки, а люди, которые хотят чего-то знать в жизни, они понимают, что жизни не хватит для того, чтобы чего-то узнать. Да, и жизнь намного мудрее нас. И неожиданней. Да, 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 и неожиданней. И жизнь всегда находит какой-то выход, какой-то... Тупики только в головах у людей. В жизни тупиков не бывает. В жизни нет. Совершенно верно. В жизни не бывает из тупиков. Находит выход, всегда найдет выход. Вот. Поэтому, конечно, очень сложно, но вот в этих вопросах, Виктор, же есть и, скажем так, усталость людей. Ты замечаешь ее? Да, я ее чувствую, она в воздухе разлита. Люди устали просто. И политики должны понимать. Люди очень устали. А вот с уставшие люди, понимаешь, там может быть или полная апатия, а может быть и другое. С этим шутить нельзя. Понимаешь? Люди устали. Люди на людей, во-первых, сегодня... Понимаешь, вот многие политики вот считают почему-то, что вот людей можно надуть, обмануть. Да. Ну да, наши люди много раз попадались на тумяки, но голосовали за глупости, за векторы, за разную мишуру и так далее, и так далее. Но по большому счету, при нынешнем потоке информации, интернета, имею в виду, убегать, и главный человек с собственными ощущениями, вспомни знаменитые кренгольские, может, его народа, и обедение. Даши униря, да. Даши униря, да. Люди житейские все щупают и говорят, стоп, и рано или поздно народная мудрость срабатывает. Рано или поздно она будет срабатывать, понимаешь, они будут убирать тех, кто их обманул, и много раз обманул, можно много раз обманул, тебя не скрою. Людей можно обманывать очень долго, но не вечно, не всегда. Это еще никому не удавалось. У всякой лжи есть предел. И массовое сознание, оно накапливает эту интуицию, и понимание не логическое, не даже в виде форм, а в виде анекдотов, а в виде каких-то сентенций. Самое главное ощущение зла. Понимаешь, я много... Ощущение зла. Понимаешь, многих политиков я понимаю, они вот эти вот тактические шаги, они связаны с такой семиминутным желанием сохранить то, что там украдено, нажитое и так далее. Понимаешь, вот что я буду думать, да, о большей стратегии, когда вот здесь как в украинской пословице, что будешь работать, я станешь царем, на царю и 5 рублей, то утечу, да. Вот он нацаревал, понимаешь, и надо как-то это защитить, да. А то, что это все потом вместе со всем... Обрушится. Обрушится и исхудит. Ума уже не хватает, да, подумать. То есть, если бы вот так мы начали с того, что в мире растет напряженность, мир поляризуется. Но эта поляризация, я чувствую, происходит не только там в масштабе планеты. Да вот у нас, в нашей маленькой стране, вот эта поляризация, она просто ощущается, помимо моего усталости, вот это поляризация, богатые, бедные, да по каким ни возьми признакам. И еще политики тут помогают шибать лбами берега и внутри нас и так далее. Но ты правильно сказал, это в умах у людей возникают тупики. Жизнь их не знает. И мне кажется, вот как ты считаешь, я как бы вброс дел, ты дай ответ. Есть два выхода из любой ситуации. Или сказать, да пошли вы все, и мы видим, люди уезжают. И проголосовать ногами. Да, проголосовать ногами. И второй выход. Ребята, они пошли бы ли вы все, и давай пойдем туда, куда надо. Второе решение. Насколько реалистично? Мечталось бы, но, понимаешь, что показал вот этот опыт последних лет, наши политтехнологи, наши политики и политтехнологи на службе у них очень умело научились раскалывать людей. И люди надо покупать, к сожалению. Очень легко. Это как в этой украинской карикатуре, которая появилась после кризиса, когда группа чиновников склонилась над мешками с деньгами, и в это время подходит большая толпа демонстрантов с флангами, транспарантами, говорит, что вы делаете? Это же наши общие деньги. И один из них говорит, смотрите, среди вас агенты Кремля. И потом картина уже следующая, они уходят с этими мешками, а те дерутся. И он говорит, слушай, всегда срабатывает. разу уже срабатывает. Так и здесь, да, вот среди вас агенты Запада, среди вас агенты НАТО, среди вас нам не знает чьи-то еще агенты. А вы с этими символами, а вы с другими. Ну, смотри, вот даже вот сейчас, да, вот, да, я понимаю, да, есть такой анекдот, я его много раз рассказывал, когда накануне атаки командир сказал, что, говорит, я застрелю любого, кто побежит обратно, мы уже не можем больше отступать. И как только поднялись в атаку, так сказать, Абрамович побежал обратно, он кричит ему, я тебя сейчас застрелю, он говорит, товарищ командир, ну, дайте же набрать разбег. Ну, что, на этой великолепной, так сказать, народной мудрости, воплощенной в анекдоте, значит, о весьма мудром народе, который создал Библию, да, 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 значит, до новых встреч в эфире, и я думаю, что... Спасибо за приглашение. Нам, кстати, очень многие говорят, что нас смотрят обычно с твоим участием различные посольства, организации, не только у нас. Я польщен, если это так. Да, и я тоже польщен, что я тебя нашел, мой дорогой товарищ. да. Спасибо. Дорогие соотечественники, чтобы вам не показалось, что вот я так с бухты-барахты начал передачу с того, что мир поляризуется, что появляются новые полюсы, растет напряженность между различными социальными слоями, растет напряженность и по линии религиозной, и по торговым, и по цитам. То есть в мире сейчас неспокойно. И вот в связи с этим мне хочется сказать вам, дорогие соотечественники, время от времени необходимо возвращаться к мудрости наших предков. А мудрость наших предков говорит об одном, что что бы мы не чудили, что бы мы не вытворяли, а мир все-таки держится на человечности, справедливости и на гармонии. И как бы тяжело нам не было, мы никогда не должны забывать об этом. Счастья вам, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Иванович Борщевич. Продолжение следует...